ну здравствуйте друзья мы снова вместе вот он тот самый железо возмутитель спокойствие вот сегодня очень-очень мрачный период моей жизни сегодня я пью валидол уничтожаю часть сада причем ту самую часть сада которая вроде бы сделала меня знаменитым узких кругах вот но тем не менее очень очень грустно итак сегодня выпиливается два десятка деревьев из них 15 самых не старых называемых самые взрослые деревья выращенные из косточек я их назвал сыновья манджурского абрикоса манджурский абрикос вон он надеюсь видно его я потом покажу крупный план но сейчас не производит впечатление гиганта у него своя история это внимание это с него началась родословно это патриарх это первое дерево которое полностью изменит изменяет всю ситуацию по абрикосам в россии все пошло с него вот я не собираюсь его выпиливать он будет жить до самой своей смерти когда она наступит ну давайте так ему исполняется наверно следующей весной весна время посадок 40 лет а вы знаете что рекордный урожай он дал в этом году на тридцать девятом году жизни то есть 2022 году двадцать первого века фотографии во я сегодня придумал такую вещь на нас чувство слышите вот эту пила под под эту как афоне вот она для бензопила и вот они уничтожаются деревья вот я придумал так конце фильма я покажу фотографии с тех уничтожаемых деревьев причем урожай и именно сейчас вот несколько месяцев назад были предельные рекордные а им двадцать пять-тридцать и более лет вот вы скажете варикосе все это кощунство как вы смели ребята я обращался десятки раз я посылал путину лукашенко письма свои книги диски учебного учите учите надо же чтобы вот ушло то поколение садоводов которые создали слава российского садоводства сейчас остались это так какие-то незаметные потомки я когда с этим самым да я посмотрю идет ли запись идет я когда был москве между конференция вот я бы все сказал и приготовил 50 фотографий немыслимых сортов которых и сейчас прошло 12 или 13 лет и сейчас нет в научных садах стоит ваза в ней прекрасные абрикосы это была выставка все привезли бишни сливы абрикосы никто кроме меня и байкалова я стоял полчаса до самооткрытия у меня вопросы будут задавать я подружусь с учеными ни один взглядом скользнули не вопросов написано было хакасия в одном случае байкалова красноярский край в другом случае у железа ничего и вот так и до сих пор вот и не упрекайте меня что сейчас 15 манджурских абрикосов гибридных с красными с чуть ли не скал синими желтыми с белыми по с оранжевыми эти самые двухцветные в крапинку все это сейчас вы не сажается закончить этот фильм и под эту музыку я попрошу брата я это особый будет фильм я за него еще или еще кого-нибудь кто будет этим заниматься заплачу специально тысячу рублей только за то что он вставит ну примерно полсотни фотографии и музыку нет не траурную лучше бы конечно сюда музыку пайпах этого самого кто там траурную музыку написал но пусть будет музыка нейтральная но пусть будет видно ребята на каждом из этих деревьев они давно должны были взяты под опеку и нашего садоводства отечественной науки вот у нас когда зам министра науки назначает королеву красоты вот не тоже обращался понимаете почему у нас такая наука а еще есть юнеско еще есть организация объединенных там бирки на каждом должны висеть не сметь железу под страхом расстрела или уголовного кодекса вот тебе другой участок земли вот тебе несколько миллионов подними новый сад а почему их вырубаю сейчас да потому что на их месте будет посажена молодежь у меня вот там сад за номером 3 через дорогу вот миллион рублей мне стоило эти 10 соток там сейчас подрастает такая молодежь там естественно ни одного не будет выпилена там растут высотой 10 метров эти же эти самые сахаталинские абрикосы особая осок пятнадцатом году посажены косточками урожаем мешками вы не поверите что-то такое так я буду показывать же эти фотографии и так заканчивается кино вот это все сейчас снимаю хорошо вот звук пилы притих маленько а то мне сердце от нее это остановиться может и ничего не могу поделать за 50 тысяч сотка торговали соседями нет сказали соседи дешево а теперь там березы уже восьмиметровая а всего 10 лет прошло а вот там на берегу три года назад продавали участок земли 11 соток по 100 тысяч миллион 100 тысяч за соток без электричества без просто кусок голой земли вот здесь наискосок вот такие цены а рядом все зарастает правда поверьте обращался по всем инстанциям обращался эти вот присылали вырезаю обращался губернатором двум красноярского края пока не были живы одного нет а другой не знаю куда делся спускали по инстанции аж прямо в шушенский нищий постсовет оттуда звонок вы чё от нас хотите я вот так вот трубку заложил и все а я все что хотел чтобы вот я больше двух миллионов отдал прости в эту землю с острова вы выжили оттуда дали мне земля там покосы чьи-то были я сад заложил его сожгли нахрен вот так вот мы живем вот ну сейчас что наболело на душе высказался еще одна мразия фильм сколько меня упрекали давайте оптимизм чего оптимизм того что сейчас уникальное 9 уничтожаю я деревьям что угодно потом кто-то меня проклянет я знаю что я должен терпеть в этой нищете что я должен а кому кому быть сейчас я вам покажу там косточки я сказал собрано на всю науку 300 тысяч косточек треть миллиона это не по минимуму там на самом деле больше и несколько десятков тысяч сейчас лежат я все покажу и деревья которые дали вот этот уникальный как деревья дали на двадцатом тридцатом году в жизни самый свой лучший урожай как его можно уничтожать нет еще останется много я не зря прикупил на два миллиона земли вот еще много культурных не один не не пилю ни одно опять заработала эта штука что же не делать ладно покажу что еще не потеряно и надеюсь что еще много лет не будет потеряно пойдемте голос у меня такое то сейчас со злости все говорю вот один из ветеранов но это остатки и уже начали вывозить отсюда довольно приличное огромное дерево вот абрикосы все мои изувечены морозами все вот так как мне не хватает места я вынужден их сразу делать маточными обрезая вот так вот вот так вот видите это специальная обрезка это не сухие ветки это мощное прекрасное дерево королевский абрикос вот он тоже дал в этом году ну скромно он маленький еще посадили с маньчжурцами но ветер 12 дал и вот получается что такие я конечно не трогаю видите он привит на маньчжурца вот снизу вылез маньчжурец вот я его не не убираю почему кому-то продают даже веточку маньчжурца кто-то заложит маточный сад на подоме моего видите вот а вот эти вот еще пройдет немножко времени вот они уже плодушки заложены пройдет еще год и он окажется что у него плоды в два раза крупнее чем у его родителя его родители все эти самые но уже не совсем родители уже даже не отец или мать а уже дедушки бабушки вот он тот самый вот это дерево летом она кажется огромней сейчас оно такое впечатление производит вот здесь совершены все ошибки посажен был на ровное место но потом когда корни под землей начинает расти выпирает землю она приподнимается и вот это и привело к тому что вот этот вот красавец пробовали обхватить не удается вот этот красавец всегда здесь сухая корневая шейка всегда вот ошибки были были ошибки по это самое дураком был первые годы и я рос как садовод росло дерево вы думаете рана уменьшалась она увеличивалась вместе с деревом она стала хрупкой вот этого древесина из-за этой раны и уже вот эта ветка рухнула а правда от темного огромного количества мокрого снега есть фотографии но господи если вы видели какой здесь был урожай он был больше 40 больше 40 ведер вот кто видел мои фильмы я снимал живьем с урожаем когда на земле лежит 10 ведер на деревьях столько же падает еще 10 ведер после сбора такое ощущение что их столько же осталось все это вы видели никакого обмана вот и еще и не все собрали он видите эти косточки вот они вон они только надо пошелушить эту листья которые являются ценными бесценными никакой не мусор вот понятно да вот потомки его они тут же падали тут же вырастали видите ямы это сергей продал несколько штук это его потомки и внимание вот таких вот даже в два раза меньше порядка 20-30 штук было продано исполняющий обязанности директора мясского института в аулину а ю который вырастил из них полносящие деревья получил урожай по 20 30 40 килограммов но это как это уже где-то после по это получается в общем 40 килограммов больше выдержали у него откуда я все знаю сейчас скажу выдержали вот эти вот у него примерно 7 8 9 градусные возвратные морозы во время цветения выдержали и далее такие урожая соседи научного учреждения далее не 40 килограмм а 500 грамм вот а других мест не сибири других более разных но и более южных и западных мест давали урожая по 300 граммов откуда я все знаю я прочитал реферат воулина а ю я прочитал его доклад на конференции вот меня рядом не было вот применил мою технологию не трожь не подходи не мешайся ничего не делай его он использовал вот эти самые он единственную ошибку сделал он должен был пригласить туда меня чтобы я стоял рядом например садок ватчик удар был сказать что впереди огромная работа железовские не вот эти два десятка что с которых началось у него в челябинске все это а это его я считаю ошибкой может быть у него возможности такой нет не знаю я знаю одно все что сейчас выпиливается все это могло благодаря уже ему и у директора тогда был института вот все это могло проразлететься на этом так вот с докладом где он выступал а я бы стоял рядом все это бы это мы бы предложили все эти сотни тысяч кострик всем научным утверждением россии вы представляете какой подъем был бы он единственный в стране из науки который не ошибся который выписал меня я вот этим они знаете какие были даже него такие вот и вот такие вот это было скажем 10 или 15 годами раньше а вот такие размером с карандаш вот потому что они вот тут в тени росли и вот эта сенсация мне кажется что даже пусть он совершил ошибку он не жал меня не соавторы не в союзники не в друзья можно было сейчас так двинуть вперед но я теперь представляю себя на его месте а также как я может быть тоже нахер не нужен и науки в том числе копается себе вырастил вот и что дальше а вся остальная страна спит а ко мне не обращаются хотя сотни тысяч уже фильмов вот сотни статей все меня прекрасно знают вот знают потому что некоторые относятся настолько ко мне неуважительно что не могут даже умолчать и вот эти вот злые реплики отклики которые появляются и бумажные периодики и в этих самых в интернете много вот они буквально как сказать мешает развитию садоводства ладно замолчал пока этот самый сейчас мы туда пойдем и так еще раз глядим сюда их ваулин ваулин какой им как мы могли поднять его ваш авторитет мой авторитет у меня авторитет среди любителей у вас среди на ученых вы единственный кто создались сделали это чудо что мы могли натворить вдвоем а сколько то времени прошло 16 минут на двадцать девятой минуте все отключается само ну вот пойдем сейчас посмотрим что потеряла наука пойдем напрямую заработала это бар машина заработала ладно может почти ничего не говорить когда она будет мешать своим звукам вот первый единственный ранетка шикарнейшая жива курилка я тоже скоро 40 лет сильнейшая обрезка на вы знаете что давайте будет отдельный фильм если начали про абрикос абрикосами закончим вот а знаете что здесь было мы здесь пилили огромную вишню у нас только вишни мы можем всю страну накормить сотни тысяч косточек так же как абрикосов мы могли собрать все куда и вот ее больше нет вот этот придет эту поляну ее больше нет а вот это вот уже поляну начали засаживать абрикосы новое поколение видите почему я вынужден оставаться не только потому что мне дрова нужны абрикос королевский вот он вот посмотрите какие приросты это все разъедется по стране вот смотрите вот она молодежь а знаете почему они тут стали смогли расти показать старые пни пожалуйста вот это вот сливами я начал расставаться еще двумя годами раньше тремя и вот уже замена растет смотрите просто полтора-два метра я не привлечу вот с этого же серенки взяты уже вам разосланы виде самым нетерпеливым вот ну в общем новое поколение новое поколение требует замены земле никому не надо сергей железов сын он же питомника вот он же крановщик он шушенская его нахер ой извините не нахер а просто послали землю хотите участвуйте в этих аукционах вот та земля предназначен аукцион уже заросла и аукционов нет и уже она заросла лесом все она теперь негодно ни для пахоты не для покосов не даже для сада смотрите вот она молодежь молодежь вот сейчас я вам кое-что покажу анатолий мой друг лесоруб он за свою жизнь на мне один миллион деревьев успелил теперь перед уникальные деревья вот они это было спилены несколько минут назад смотрите вот вот это годом раньше он спилил для того чтобы я мог подсадить посмотрел я все равно густо вот глядите это прямо сейчас спилены радоваться нечему зато здесь будет поляна всего-то груша будет спилена и тоже 30 лет он видите одни по ней торчат вот показать чтобы потеряли когда-то был снят фильм россия которую мы потеряли помните нет такой пронзительный грустный обидно я снимаю не все подобное почему я возвращаюсь назад я вам покажу урожай с того дерева сын манчжурцы плоды кистосладкие многие едят у меня был случай когда главный редактор это самый газеты фазен да очень крупный красноярской приезжала в гости вот и набрала так получилось дикие морозы культурных абрикосов почти не было а манчжурцев полно и вот с под того самого где мы состояли патриарха вот того самого набрали где-то два или три ведра ехали красноярс для 3 а потом мне звонит и говорит мы не довезли абрикосы ключу испортились нет съели это манчжурцы ели которым это самое который считается у меня самый простой вот смотрите для чего с обратно сейчас покажу вот пень видели пень смотрите сколько осталось кости вот с такой густотой это потому что здесь просто их видно так как здесь снизу это самое нет травы вот с такой густотой все вот это вот это вот это квадратов 15-20 полято полюбовались смотрите я не шучу смотрите 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 и сейчас можно собрать господи боже мой если бы тот же ваулинс похватился студентов выписал однажды он когда я выступал это самая лекция читал в челябинске мне дали 8 часов из 18 с как самому авторитетному а был слет со всей со всей снг и вот тогда через неделю после слета мне позвонил константин если я не знал что вы приехали приезжали в челябинск а мяско-то я рядом где-то кетра 20 да я бы устроил вашу лекцию своим студентам он тогда был завкафедрой мне тоже было обидно да и сейчас мне обидно вот засветился молодец да я уверен что я уже забыли вот мы проходим мимо вот он свечился на дороге ведь это тоже манзуре сейчас решается его судьба он его соседи уже спирены вот а я еще не знаю пилить его или нет тоже из ветерана смотрите внимание посмотрите что тут творится это вы видите то что здесь втоптано в землю вот они смотреть а теперь сюда идем сюда идем сюда а вы знаете что вся вот эта поверхность покрыта ими здесь их безмерно я тысячи только под одним под двумя вот но мы приближаемся тому из-за чего я валидол пил самое старое самое ценное деревья вот здесь это я конечно у меня вот тот неприкосновенный будет патриарх который 40 ведер дал и вот второе дерево жердель с украины привезли на манжурца на того патриарха тоже 40 ведер дало доказательства пожалуйста фильмы телеканал консультант садовода вот бесконечные фильмы их много тут снял вот тут и я был на коне вот представляете сколько было и сколько осталось идут почище место сейчас почище место смотрите сколько осталось за сердце не хватаетесь а вот адам путина не докричался кому-то интересно чтобы покупали отравлены до 40 обработок средняя цифра яда химикатами это то что мы едим загранично представляете вот смотрите вот это жердель она абсолютно съедобно у меня десятки про этих самых примеров когда люди дальше это фотографировал я никого не это не заставлял улыбаться вот ели горстями смотрите это под всем деревом это после 40 ведер сколько осталось вы видите вот я хожу видите я надеюсь это видно потому что видно то плохо не сезон а когда здесь было эти плоды начало здесь то сплошной ковер уже никто собирать не мог ну и очень сделал он их сразу относит пилит и относит туда на будущий костер а то я думаю покажу вам как то здесь творится ладно покажу по ней еще раз говорю это не моя бивина это беда моя вот видите вот это смотрите вот это вот это вообще не успел убрать да старый да избитый морозом но именно в этом 2002 году да какие какая-то на 25 ну вот они старики вот они усилевшие почему да потому что это разбирка значит культурный вот видите это разбирка значит культурный вот он вот эти я не трогаю почему потому что все они культурные тут тоже много этих мы все собрать не могли мы старались из тех треть миллионов космосе всегда на 1200 это культурных вот они не обогнаться и у них вот смотрите деревья пусть они избиты морозами посмотрите как избиты сейчас я покажу от культурного рекордсмена вот это артем назвал его память не в память а в этом в честь своего сына родившегося так артем а он взял оказался артем есть официальная назвал артем 2 вот это дерево посмотрите вот ветеран вот вот такие дела сын у меня 85-го родился давайте еще господи сколько лет то 20 то считайте сами как говорил райкин сколько умножить 1 на 100 тысяч и долго долго считал 85 год это 15 лет том веке 2037 посмотрите посмотрите у него рекорд был до этого года до 22 25 ведер есть фотографии вот а и телевидение снимала а потом 10 3 ведра 8 и в этом году он дал наверное ведет 30 но уже этот рекорд никто не фиксировал сил не было стал приезда ученых он видите косточки смотрите внимательно смотрите они густо только плохо видно смотрите это сколько бесценных у вон и него на него на него на него на него на него на нее сам сейчас волноваться начинаю сколько бесценного добра и счастливы и сейчас бы ваулин присал бы в бригаду студентов сказал им привезете по ведру косточек вот пятерка вам достава это и еще этот диплом считайте защитили если железом просчет курс лекций вот так оно должно быть почему этого нет и никогда не будет я не оговорился никогда не будет вот я у ваулина становился на пол дороги что и после доклада ваулина вдруг похватились чтобы вырастить абрикосы ничего не надо делать в саду это он повторил мои эти мантман уже я уже называю мантрами раньше называл их это немножко по-другому вот попроси господи еще показать вот вам еще дерево это рыжим посмотрите что творится вот так вот все 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 вот поглядите вокруг посмотрите где листья не мешает посмотрите сюда вот я все специально тут собирал вот такой густотой все это сыпало боженьки мой сейчас закончится съемка осталось меньше одной минуты вот до теплица жизнь вот питомник железово сергея сына научил один из лучших садоводов россии работать коржевщиком начали не прокормиться это и все что мы имеем вот это называя кочущий питомник потому что видите это был питомник перешел маточный сад а вот эти уже с них даже ветки не могу брать видите уже поздно вот они давали огромный урожай они сделали должны были сделать славу всей россии всей еще раз говорю вот жердель херстанская область береславский район деревня не буду называть война идет извиняюсь операция вот 40 ведер и вот показал сколько еще валяется все друзья сейчас он сама становится до свидания вот сейчас музыка музыку музыка 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 музыка